Россияне из религиозной общины заразились коронавирусом на службе и в бане общества «Россия». 18-21, 7 апреля 2020 года Россияне из религиозной общины заразились коронавирусом на службе и в бане. Фото, страница Рцхви во Вконтакте. В Брянской области в религиозной организации Российской Церкви Христиан Веры Евангельской, Рцхви, пробуждение произошла вспышка коронавируса. По данным ТАСС, заражение выявлено у 56 жителей Брянской области, 49 из них прихожане пробуждения, а также контактировавшие с ними люди. Как сообщил коммерсанту пастор Церкви Михаил Бирюков, один из верующих встретил в аэропорту Шереметьева мать и брата, вернувшихся из Испании, которые оказались заражены коронавирусом. После этого верующий пришел на богослужение, а затем в баню дома у Бирюкова. Пастор уточнил, что мужчины часто совершают походы в баню и обсуждают разные вещи. Он добавил, что у него также обнаружили коронавирус, сейчас Бирюков находится в больнице. По его оценкам, госпитализированы не менее 20 прихожан. Бирюков добавил, что приехавшие из Испании зараженные не имеют никакого отношения к церкви, но больше всего пострадали ее служители и прихожане. Он также заявил, что местные СМИ рассказывают ситуацию так, будто прихожане намеренно распространили инфекцию. Однако это не так. По словам пастора, церковь намерена судиться. 30 марта было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236. По данным следствия, вернувшиеся из Испании мать и сын не сообщили сотруднику Центра гигиены и эпидемиологии о проживании с двумя родственниками. Судебные приставы опечатали церковь и евангелистов пробуждения, так как организация нарушила законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По состоянию на 7 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 7497. Случаи выявлены в 81 регионе. Большинство из них зарегистрированы в Москве 5181, в Московской области 454, в Санкт-Петербурге 295, в Коми 101. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека. Что происходит в России и в мире, объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости. Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах, старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет. Это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах. Зачем это нужно? Кашля или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метр, особенно если у какого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно моете руки. Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя, сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом. Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью. Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны. Сайт stopcoronavirus.rf Информация о коронавирусе на сайте Распотребнадзора здесь. Ответы Распотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь. Подробный раздел на сайте Минздрава здесь. Телефон скорой помощи 03-103, для звонка с мобильного телефона. Горячая линия Распотребнадзора, 8 800 555 49 43. Горячая линия Раструда, 8 800 707 88 41. Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы, плюс 7, 495, 870. Источник – Всемирная организация здравоохранения.